Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о детской писательнице. Ольга Васильевна Перовская, русско-советская детская писательница, родилась 9 апреля 1902 года в селе Васильевка Мелитопольского уезда Таврической губернии Российской империи. С 5 лет и до совершеннолетия она жила в Семеречье, в самых чудесных уголках Казахстана и Киргизии. Отец Ольги Перовской, Василий Васильевич Перовский, ученый-лесовод, окончивший Петербургский лесной институт в 1907 году, приехал в Семеречье и служил лесничим. После установления в Средней Азии советской власти в 1918 году, Василий Васильевич Перовский вынужден был вместе с семьей покинуть Семеречье и уехать на Алтай. С 1923 по 1926 годах Ольга Васильевна Перовская училась на биологическом факультете. Ну а в 1925 году вышла ее первая и наиболее известная книга рассказов «Ребята и зверят», сразу завоевавшая симпатии маленьких читателей. Этот цикл рассказов о насыщенной событиями жизни детворы, четырех сестер, дочерей лесничим, служащих семеречий. Книгу можно назвать автобиографичной, так как в чертах ее главных героев легко угадываются сама Ольга и ее сестры. Также Ольга Перовская является автором серии рассказов и повестей о животных. Необыкновенные рассказы про обыкновенные животные, мормотка, про поросят, джамп глаза героя. Ольга Васильевна вышла замуж за детского писателя Григория Емельяновича Замчалова. Совместной работой супругов стала книга «Остров в степи», посвященная заповеднику Аскания-Нова и Золотое Руно. В сороковых в начале 50-х годов Ольга Перовская была репрессирована и приговорена к десяти годам лагерей. Потом приговор смягчился с ссылкой. Ссылка закончилась в 1955 году. В конце 50-х годов она была реабилитирована. В течение 15 лет с 1940 по 1955 года ее книги не печатались и показывали диафильм «Франтик» из серии «Ребята и зверята» уничтожили целый тираж повестей «Остров в степи». В годы ссылки наложили отпечаток на жизнь писательницы, но она постаралась не переносить свое горе и обиду на творчество для детей и продолжала писать добрые, светлые, теплые и счастливые книги. Ольга Васильевна умерла в 1961 году в возрасте 59 лет. Похоронена на кладбище в подмосковном поселке Переделкино. А сейчас, ребята, я предлагаю вам узнать, про какого животного будет прочитано из книги «Ребята и зверята». И вот из-под печки выглянула одна серенькая мордочка, за ней другая. Широко расставив лапы, они хватали куски, дрожали, захлебывались, толкали друг дружку. Продолжая ссориться, они, как самые обыкновенные голопузые щенки, оттирали друг друга плечами. Как и у щенков, у них были большие животные лапы, только хвостики были потоньше и поголее, а уши торчали вверх. Правильно! Волчата, Дианка и Томчик. У него были длинные ножки с острыми копытцами, тоненькая шея и круглая широкая околовка с большими, как лопухи, ушами. Он беспрестанно встряхивал и шевелил ими. Глаза у него были как крупные сливы. Лоб широкий, а нос маленький, с раздувающимися нострями. Ростом он был с новорожденного жеребенка. Мягкую пушистую шкурку его так и тянуло погладить. По обе стороны спины на ней проглядывали белые пятнышки. Хвоста не было вовсе. Так, коротенький толстый огрызок и вокруг него белое пятно, словно тут подвесили салфетку. Правильно! Азиатский олей, которого зовут Мишка. Она была серенькая, как мышь. На хвосте пушистая кисточка. От хвоста до самых ушей вдоль всей спины шла яркая черная полоса и перекрещивалась с другой такой же полосой на плечах. Коротенькая курчавая стоячая гривка и длинные подвижные ушки были тоже темные. Они с живота мягкие, атласные и нос и губы были белого цвета. Правильно! Ишка и Милка. Теперь мы его хорошо рассмотрели. Он был с полугодовалого щенка Сербернара. У него была большая широкая голова с круглыми зелеными глазами, широкий лоб и короткие уши. Передние лапы были тяжелые и сильные, а задние гораздо тоньше. Туловище было худощавое и щуплое, и хвост длинный, как змея. Правильно! Тигренок Васька. Он был ростом с маленькую кошку. Ноги были довольно сильные, но туловище маленькое, щупленькое, поджарое и очень легкое. Шея тоже тонкая-тонкая, и только благодаря пушистой шерсти казалась довольно круглой. Голова большая, с острым носом и торчащими вверх ушами. Веселые и круглые, как пуговки-глазенки, неподвижный кончик носа, черный и мокрый. Шкурка серовато-желтая, с чуть темными подпалинами. Щеки, шейка и живот были белые. Правильно! Лисенок Франтик. Книги Перовской носят познавательный характер, отличаются занимательностью сюжета и тонким пониманием психологии животных, показанной через детское восприятие.